В квартире беспорядок, антисанитария, детям негде играть, готовиться к урокам, а порой и нечего есть. Все потому, что родители в это время беспробудно пьянствуют. На этих снимках лишь малая часть того, что происходит в квартирах некоторых сравчан. Из четырех таких семей в прошлом году детей забрали, в том числе двухмесячного ребенка. Там антисанитарное состояние, все люди, которые там проживают, находятся в алкогольном опьянении. То есть ребенком никто не занимается, ребенок грязный, не кормленный, не одетый. То есть никаких условий не создан для его жизни. Работу с неблагополучными семьями в нашем городе ведет отделение по делам несовершеннолетних. В прошлом году полицейские совместно с представителями органов опеки, соцзащиты, прокуратуры посетили 275 саровских семей с профилактическими мероприятиями. На учет поставили 29 семей. Изъятие – это крайняя мера, когда возникают угрозы жизни и здоровью детей. Ребенок ходит не одетый, не обутый, школу не посещает, кушать ему нечего. И плюс к этому был случай, что рукоприкладство к ребенку. То есть родители встают на алкогольном опьянении, соответственно ребенок мешает. И происходит то, что причиняет телесные повреждения ребенку. Полицейские возбуждают уголовные дела и передают их в суд. Дальше – лишение родительских прав. В прошлом году два ребенка не захотели возвращаться обратно в семьи. И вместо родного дома выбрали казенное учреждение. Поведение родителей зачастую становится для детей примером для подражания. Они с малых лет начинают бродяжничать, хулиганить, употреблять алкоголь и наркотики. Мы плотно работали в 2018-2019 году. 2019 год у нас тихо прошел. То есть всех определили либо спецшколы. Один дали реальный срок. То есть воспитатель на колонию уехал. В Сарове на учете стоят 69 подростков. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних знают о каждом из них все. Любая хулиганская выходка становится поводом для очередных профилактических бесед. Полностью интервью с начальником отделения по работе с несовершеннолетними смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.